Торговля всегда была одним из способов заработать деньги. Главное, чтобы продавец не жалел слов лести для покупателя, но и цена соответствовала качеству. В период летних каникул увидеть за прилавком ребенка, лихо торгующего товаром, казалось бы, обычная ситуация. Но по закону несовершеннолетние не имеют права заниматься трудовой деятельностью. С 10 по 12 июля по городу проходит рейд по несовершеннолетним. Полицейские всегда следят, чтобы на летних каникулах дети не работали. Сегодня на центральном рынке мы задержали несколько подростков, которые работали без присмотра взрослых. Если сейчас за ними не придут ответственные лица, то мы направим детей в центр адаптации для несовершеннолетних. Причины приезда эти дети из соседнего Кыргызстана называют разные. Кто-то в гости, а кто-то на лечении. Но всех их объединяет большая барахолка. Именно здесь в итоге ребятня проводит свои летние каникулы. С начала года только из Алатаусского района в центр адаптации для несовершеннолетних было доставлено более 60 человек. В основном приезжие подростки. Этому пареньку из Оше 15 лет продает дешевую обувь. Говорит, ночлег есть у родственников. Что тебя заставило приехать к Кыргызстану и заниматься здесь торговлей? Где твои родители? Родители Кыргызстана. Почему они тебя одного отправили сюда? Или у вас там кушать нечего? Нет. А почему в Казахстан приезжаете зарабатывать? На лечении каймарта. Айзара и его малолетних соотечественников забрали родственники. Кстати, некоторые довольно напористые. В Алматы на период летних каникул подростков стараются определить выздоровительные или пришкольные лагеря. Около 3,5 тысяч детей из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, а также несовершеннолетних, состоящих на учёте в УВД, отдохнут в загородных лагерях. В этом году из городского бюджета на эти цели выделено 180 миллионов тенге.